Комбинат благоустройства для подруг Елены и Евгения – первое место работы. На участок озеленения по программе летнего трудоустройства девушек направили сотрудники Центра занятости населения. О желании заработать старшеклассницы заявили в конце июля и буквально на следующий день уже были временно трудоустроены. Мы хотели попробовать себе, как родители рассказывают, то есть они трудятся там, и мы хотели попробовать. Мы хотели себе как зарабатывать деньги, и как потом их тратить? Тяжело или как? Просто легко ставить деньги. В августе на участке озеленения комбината благоустройства трудится 15 подростков. Все они распределены по бригадам. Ребята работают в разных точках города. Они сажают цветы, обрезают кустарник, убирают траву. С каждым годом, вот я смотрю, ребята сами, сами хотят работать, а это большое имеет значение. Второй год прям у нас конфликтов нет. Ученики с удовольствием работают, но работу они проводят ту, которая им по силам. Но по любому случаю нам приходилось бы задействовать именно женщин, а это они нам помогают и помощь. Они нам оказывают. Они вот сейчас видят, какая работа, насколько она сложна и насколько она нужна. Вот это тоже большой роль играет. И кто знает, может быть, и к нам придут они работать. Летом школьники трудятся по 4 часа, 5 дней в неделю. В конце месяца юные сотрудники КБУ получат денежное вознаграждение. Их зарплата составит около 4 тысяч рублей. Стараемся что-то к школе купить. Ну, например, что нужно? Одежду. Одежду первую очередь, мне кажется, для девушки там. Ну и может косметика какая-то. Во время учебного года Женя и Лена работать не будут. Школы и занятия в кружках практически не оставляют свободного времени. Зато летом девушки вновь планируют трудоустроиться с помощью центра занятости населения на одной из предприятий Заречного. Елена Степкина, Владимир Полищук, телерадиокомпания «Заречный».